Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео буду для вас делать второй прогноз для всех знаков зодиака в период с 8 по 14 марта 2021 года. Работать сегодня буду с двумя колодами. Колода перед вами. Первая колода это у нас Таро Провидца. Думаю, всем уже вам известная колода. И вспомогательный это у нас Оракул Линерман. Мистические секреты. Так, для тех, кто впервые на моем канале рассказывает, как мы будем с вами выстраивать наш рабочий процесс. На картах я посмотрю позитив недели, негатив недели. Спросим для вас рекомендации, совет от карт. И на Линерман мы будем смотреть неожиданность данного периода. Итак, выстраивайтесь, пожалуйста, на позитив. И будем смотреть, что же вам приготовил данный этап. Так, Овны, начинаем с вас. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Какова же здесь ситуация? Овны, знаете как, много счастья, много радости, много удовольствия. Но вместе с тем какой-то эмоциональный раздрой. Раздрой, объясню почему. Потому что по связке этих карт. Первое, это желание отойти каких-то негативных эмоций. Закрыть что-то в глаза, дабы не расстраиваться, не вовлекать себя в какие-то эмоциональные передряги. Второе, это когда вроде бы все хорошо и новые начинания, но вы не знаете, либо как решиться, либо как к этому началу подойти. Ну и в целом, для многих из вас это мог быть в принципе как новый эмоциональный всплеск, новое увлечение, новое знакомство. От которого вы будете рьяно пытаться закрыться, либо гасить его в себе, но тем не менее, скажем так, эту вспышку страсти вы явно, скажем так, не оставите незамеченной. Итак, если эти арканы рассматривать относительно ситуации и смотреть, свободны вы на текущий момент. Если вы свободны на текущий момент, то повторюсь, новое увлечение. Если вы на данном этапе состоите в любовных треугольниках, либо нестабильных связях, это хоть к умным, но хоть к красивым. Потому что, как показывают арканы, здесь в принципе одновременно попытки, ну знаете, как возобновить или дать новый толчок, новые эмоции с обеими из партнеров или партнерш, и посмотреть, кому у вас больше будет эмоциональная привязка, либо с кем вы будете чувствовать себя более комфортно. Если же у вас стабильные связи, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо вы находитесь в стабильных семейных связях, то здесь арканы по ситуации указывают на, знаете, как всплеск эмоций, заботы, любви, взаимопонимания. По двойке мечей, это в принципе, знаете, как еще по этим арканам попытки объединить несколько начал. Объясню, допустим, у вас может быть новое хобби, новая работа, да, но вместе с тем нужно уделять внимание любимому человеку. Вот здесь хоть разорвись, но, повторюсь, по этим арканам у вас замечательный внутренний потенциал и самочувствие, и состояние. Если эти арканы будем смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, ну, как вариант, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, то карты здесь указывают на воодушевление, на вот новое увлечение чем-то, то есть вы увидите для себя какую-то мотивацию, либо возможность заработка. Единственное, что здесь двойка мечей указывает на ситуацию и ваше непонимание, как вы это будете все совмещать, либо будете соединять. Если вы в статусе соискателя, то здесь вот видите, как, ну, как, новая эмоция, трудоустройство. Единственное, что вам может придется совмещать две работы, либо одновременно несколько вакансий, как показывают карты, но, тем не менее, работа будет в радость, а не в тягость. Если вы наемный сотрудник, то по этим арканам это вопросы увеличения заработка, либо как дополнительно вам, не знаю, там на полставки или как-то еще, действительно по этим картам могут дать дополнительные обязанности. Но в целом атмосфера, знаете, как такая воодушевленная, праздничная, радостная. Работа, можно сказать, фактически спустя рукава. Если у вас свой собственный бизнес, это новые проекты, новые задачи, это, в принципе, как показывают карты, радость, праздник. Кстати, вот по связке этих карт, так как многие могут взять отпуск за свой счет, либо вы, в принципе, можете быть в отпуске, знаете, и наслаждаться этим периодом. Помимо всего прочего, если смотреть с позиции здоровья, карты указывают на хорошее эмоциональное и физическое самочувствие, многие из вас могут здесь решиться на вопросы преображения, потому что по этим арканам, ну, это как вариант вопроса коррекции зрения, потому что по связке этих карт, это, ну, тут же вообще у нас лазер, девятка кубков, это улучшить, да, что улучшить конкретно здесь зрение. То есть, если у вас назревал такой вопрос, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если есть в этом необходимость, то, значит, пришло время внести какие-то коррективы. Что у вас здесь в негативе, какова ситуация? Так, ну, в негативе, во-первых, что здесь? Незапланированные траты, либо траты больше, нежели вы планировали на врача с целью улучшения внешнего вида вашего самочувствия. Далее, незапланированные траты связаны с вопросами обучения, как вашими, так и ваших детей, потому что вот именно финансово вкладываются вопросы образования. Почему в негативе, повторюсь еще раз, это будет превышать ваши доходы. Финансовая помощь родителям, матери, потому что здесь, вот видите, либо вы будете просить, либо вы будете помогать, потому что жрец, так вот именно по этому аркану, идти по сложному пути, ну, потому что подниматься к лестнице, да, по лестнице делать какое-то благородное дело. И здесь, повторюсь, либо помогать финансово, либо вы можете вызывать чьи-то помощи через справедливость, через какое-то радушие, чтобы вам оказали финансовую поддержку. Что здесь еще? Если это вопросы кто-то на текущий момент в положении, то вам потребуется врачебная помощь для сохранения вашего состояния. То есть кто-то из вас, может быть, не ляжет на сохранение, но по этим картам это как потребуются врачебные какие-то помощи, рекомендации, либо разъяснений в тех, либо иных вопросах. Что у вас в плане совета? Двойка Пентакли. Ну, учитесь балансировать, учитесь, знаете, как совмещать приятное с полезным. Несколько работ или работу и личную жизнь, потому что в рамках этой недели, это, знаете, как поиск баланса. Вы будете все успевать, у вас все будет ладиться, но единственное, что для этого потребуется больше времени и сил. Сейчас мы с вами посмотрим на неожиданность данного периода. Какова здесь будет ситуация. Букет, сад и развилка. Ну, вот смотрите. Первое, что идет по арканам. Интересное, выгодное для вас предложение. Совмещает два вида деятельности, две работы, две возможности. Это как или, в принципе, заманчивое предложение, вы будете стать перед выбором, принимать его или не принимать. Много подарков, много общения, много новых связей, новое общество. И это, знаете, по связке этих карт, это как попытки быть одновременно в двух местах. Например, вас пригласили на один праздник и на другой праздник. И отказать вы никому не можете. Вот такая вот позиция хоть разорвись. Но хлопоты эти будут приятными, радостными. И однозначно они вам будут в плюс. Хорошо, с вами теперь будем переходить к тельцам. Посмотрим, как для них будет отыгрываться данный период. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова здесь ситуация у тельцов? Спокойствие, спокойствие, распокойствие. Жрица, король кубков и пятерка кубков. Видите, слишком много эмоций. Это попытки обратиться внутрь себя, прислушаться к своей интуиции, проработать внутренние блоки, переживания и страхи. Может быть, это будет прорабатывать при помощи психолога, либо хорошего друга, подруги, аналитика, который поможет вам разобраться в том, что у вас так на текущий момент тяготит. Непосредственно с вами будем дотягивать пятерку кубков, что тяготит девятка пентаклей. По связке этих арканов это отсутствие ресурсов для достижения всех ваших целей или поставленных задач в краткие сроки. Почему в краткие? Потому что здесь, если посмотреть, уж очень вы нацелены на быстрое достижение результата. Причем, в принципе, если смотреть еще по этим арканам, кто-то из вас может улыбиться в вопрос эзотерики, изучение, либо пойти на обучение в эзотерические практики, либо просто, знаете, прокачивать свои какие-то возможности, ясновидение, яснослышание, эмпатию, в принципе, научиться слушать себя, свою интуицию. Можете интересоваться гипнозом, как это показывают карты. То есть это попытки заглянуть вглубь себя, разобраться со своими проблемами, проработать свое сознание, подсознание и бессознательное, в принципе, ваше «я». Если эти арканы смотреть относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, а знаете как, эмоции захлестывают через край, но они почему-то эмоции, которые вы пытаетесь подавить. Почему? Потому что здесь, если смотреть по арканам, вот вы как будто живете в ожидании кого-то или чего-то. То есть даже если в вашем окружении на текущий момент есть люди, которые стремятся с вами познакомиться, завести отношения, то вы понимаете, что не то. И у вас угнетает само состояние, что вам приходится ждать, ждать и ждать своей второй половины. Если у вас вопросы нестабильных отношений, то есть любовных треугольников, квадратов, то здесь арканы указывают, что вас будет очень сильно отягчать ситуация тайны, неизвестности, того факта, что отношения нужно скрывать, потому что вы очень сильно устанете от этой ситуации. В первую очередь эмоционально будете выгорать. Если у вас стабильные семейные взаимоотношения, либо вы в паре, то арканы здесь указывают на переживание относительно семерка, мечи, девятка, пентакли. Это знаете, как где добыть деньги, либо как тянуть самостоятельно упряжку, потому что здесь по связке этих арканов, как тяготит некоторых из вас вопросы финансового состояния, у некоторых на повестке дня могут встать вопросы, это как сомнение в своем партнере, либо партнерше, боязнь вопросов предательства. Если эти арканы смотреть относительно вопросов работы, финансов, вы на текущий момент не работаете, то арканы здесь указывают на внутренние переживания, потому что здесь нет возможности найти дополнительный источник заработка. Почему это падает в позитиве? Это, знаете, ситуация, которая вам поможет загнуть вглубь себя и понять, кто же вы на самом деле, и чем вы осознаете, чем вы хотите заниматься, и чем вам нужно заниматься. Если вы в статусе соискателя, то арканы здесь указывают на то, что, знаете как, ни одна из текущих отраслей вам не подходит, либо вы себя в этом не видите. Но нишу, которую вы для себя определили, вы почему-то отодвигаете на задний план, потому что не видите в ней своей реализации. Сейчас объясню. Допустим, в вашем регионе это не востребовано, либо вы не верите в себя, и опускаются руки. То вот здесь король кубков и пятерка кубков, это нужно проработать внутренние блоки страхи для раскрытия вашего потенциала. Если вы наемный сотрудник, то по связке этих арканов, первое, сплетни, интриги внутри коллектива, внутри общения, скажем так, атмосферы, на фирмы, на предприятии, это могут быть какие-то ситуации, связанные с руководством, но здесь какая-то ситуация отчаяния, плюс эмоциональное выгорание, потому что вы не чувствуете себя на своем месте. Опять же, почему это падает в позитиве, в позитивном контексте? Потому что по аркану император, это как осознать или понять, к чему нужно стремиться. Возможно, пойти в банк и поговорить с руководством о вопросах повышения. То есть вот эти вот негативные эмоции дадут вам какую-то как мотивацию, как толчок, как трамплин для совершения новых действий. Если уже на текущий момент у вас вы собственный бизнес, здесь могут быть переживания относительно застоя, что не все так, как хочется. Видите, вот вы ждете, когда же произойдет ситуация. Но вот четверка жезлов говорит о том, что вы на текущий момент можете быть обеспокоены проблемами, вопросами семьи, ваших близких, вопросами недвижимости, переезда, либо смены места жительства. И вот эта ситуация, знаете, как не все будет складываться так, как бы вам хотелось, будет каким-то образом вас разбалансировать. Но повторюсь, почему это падает в позитиве? Вот все, что не делается, все делается к лучшему. Вы это осознаете. То есть обстоятельства впоследствии сложатся таким образом, что вот эти ваши переживания вам покажут, что, блин, а на самом деле хорошо, что произошло именно так. Ну, как вариант. Вот, допустим, собирались вы приобрести себе недвижимость. Вой, 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 все, 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 раз, и делка сорвалась. У вас отчаяние, переживание, а потом раз, и подвернулся вариант лучше. Так, давайте смотреть, что у вас здесь в негативе. Какова ситуация? Маг, восьмерка, мечей, королева, жезл. Как будто нет реализации выхода потенциала. Вы, знаете, как чувствуете себя в состоянии такого застоя, потому что как связаны по рукам и ногам и не можете себя в чем-либо реализовать. Это первый момент. Второй момент, что вы будете подвержены какому-то контролю либо давлению со стороны. Причем по королеве жезлов это может быть как ваш руководитель, так и близкий вам человек, который вас будет ставить в определенной рамке, вам это не совсем будет нравиться. Следующий момент. Это, в принципе, как вопросы энергетических пробоев, потому что, вот видите, как вопросы ограничений ваших возможностей, над которыми вы будете работать. Ну, элементарно, вопросы чистки от негативных, деструктивных программ. В плане совета четверка Пентаклей. Сохранять спокойствие и стабильность и в рамках этого периода остаться при том, что вы имеете. Не совершать особо крупных покупок или трат, потому что этот аркан указывает на вопросы накопительства. То есть в рамках этой недели попридержите деньги. Даже если есть какие-то там мега-акции, то арканы указывают ситуативно здесь на то, что не время делать какие-то особо крупные покупки либо занимать кому-то деньги, потому что здесь это как выждать какой-то период, выждать ситуацию, пока остаться при своем. Ну, давайте посмотрим на неожиданность данного периода. О чем же вам говорят арканы, что они вам готовят? Дом, мужчина и у вас здесь падает аркан, луна. Это в первую очередь обеспокоенность вопросами недвижимости, уюта, комфорта. Вопросами, может быть появление даже нового члена семьи, например, к вам приехал пожить, погостить брат или отец, родственник. У некоторых это может быть обеспокоенность вопросом переезда к мужчине, строить с ним жилье, вопросы сожительства. Потому что, видите, дно колоды у нас падает карта птицы лесовой, так как сигнификатор как строить семейную пару, строить семейный союз, так и вопросы, проблемы, связанные с родителями, которые вы можете решать на повестке дня. Но тем не менее, Аркан показывает, что все вам откроется. Есть сила, есть энергия, будут и возможности. И тайное станет явным. Поэтому вот такой вот период у нас выходит здесь для тельцов. Будем с вами переходить к близнецам, посмотрим, что им готовит данная неделя. Близнецы, переходим к вам, посмотрим, что вас ожидает в рамках этой недели. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Близнецы, у вас прям такая переломная судьба, но за неделю у вас три старших Аркана. Видите, у вас падает правосудие, у вас падает мир и колесо фортуны. Но в первую очередь, как вы видите, по этим Арканам для вас позитивным образом лежатся вопросы, связанные с получением виз, паспортов, документов, которые позволяют, там выезд, получение документов на ПМЖ, вид на жительство, еще каких-нибудь дополнительных разрешающих документов. Например, вы в длительный период не могли там получить билеты какие-то либо приобрести билеты. То здесь Аркана указывает, что удачный будет переезд, смена места жительства, эмиграция, поездка по работе, в принципе, путешествие, даже если это у вас будет какое-то путешествие выходного дня. Но все эти нюансы будут для вас крайне позитивными. Плодотворно, в принципе, будут здесь решаться вопросы, связанные с легализацией чего-либо. То есть, допустим, дело, либо вы там пересматриваете декларацию, подаете в налоговую. То есть, завизировать, легализировать какой-то пакет документов либо получить их. Если это судебные процессы, то будет решаться легко, плодотворно для вас и, знаете, как успешно решаться со знаком плюс в вашу сторону. Это позитивная успешная сдача экзамена, если у вас таковая проходит. Поэтому здесь арканы указывают на завершение каких-то для вас сложных, тягостных мероприятий и удачное, в принципе, решение всех вопросов, связанных с перемещением. Что здесь может быть еще? Например, получение денег из-за рубежа, какой-то денежный перевод, крупная сумма. По этим арканам это, в принципе, допустим, решение раздела имущества в вашу сторону, получение наследства. То есть, арканы указывают ситуативно о том, что вы будете довольны здесь происходящими событиями. Если арканы смотрите относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то здесь либо знакомство по переписке, либо знакомство в поездке. Если у вас любовные треугольники, то чутко проходит ситуация. Вот видите, как новый шанс, новый союз. Это желание построить официально новое отношение, новую ячерку общества. То есть, будете ставить вопрос ребром. То есть, туби, она туби. Если у вас стабильные связи, то есть, вы встречаетесь, там может быть приглашение как съехаться, вместе переехать, поменять страну, место жительства. Это желание узаконить отношения. Если вы отношения узаконили у некоторых, но если вы понимаете, что для вас это резонно. Может быть, оформление брачного договора или, в принципе, подготовка бумаг, связанные с вашим поездом, переездом. Вы можете взять вызов вашим родственникам либо близким, чтобы они могли приехать в вашу страну. То есть, все вот эти моменты. Если вы на текущий момент не работаете, то здесь однозначно идет как финансовая помощь или государство, помощь или поддержка государства, то есть, идет свыше. Например, пересмотрели вам пенсию, дотации, субсидии. Плюс, может быть, просто идти какая-то ваша доля от наследства. Новые возможности вам приходят. Если вы в статусе соискателя, однозначно работа здесь может быть как через интернет. Тут удачные аспекты по трудоустройству. Может быть, удачное трудоустройство в другом городе, в другой стране. Если рассматривать ситуацию для тех, кто на текущий момент работает по найму, то для вас тут как два аспекта. Первый – это либо вопрос отпуска, отдыха, и второй – однозначно это повышение как заработной платы, так и повышение в должности. Если же смотреть для тех, у кого свой собственный бизнес, то Аркана указывает на расширение ваших возможностей, акцент на медиапространство, то есть, стать известными. Можете вкладываться в рекламу, в продвижение ваших социальных сетей, в продажу ваших товаров и услуги. Опять же, это будет успешно по получению прибыли. В плане состояния здоровья, так как грамотная диагностика, успешное лечение заболеваний, если таковое у вас есть. Если вы на текущий момент здоровы, это укрепление вашего иммунитета, это, в принципе, все профилактические меры связаны с тем, чтобы, знаете, как либо убрать хронические заболевания, либо, в принципе, работать на то, чтобы вы только могли окрепнуть. Ну, то есть, ваш организм получал много новых сил. Давайте посмотрим, что у вас здесь в негативе, какова здесь ситуация. Так, в негативе какие-то переживания связаны с поездкой, особенно, если для кого-то это нелегально, то есть, можете здесь нервничать, переживать, но понимаете, что это необходимо, либо, что кому-то придется в тайне держать поездку, переезд, смену места жительства, либо, если это сдача экзаменов, то, скажите, экзамен купить, другими словами. Но, тем не менее, вы будете переживать по этому вопросу. Что здесь еще? В негативе, например, если это получение автомобиля, это как задержка, может быть, немножко по срокам, потому что по связке арканов, ну, получите как не в то время, которое вы планировали себе. В остальном же, как показывают карты, у вас даже негатив нельзя назвать негативным, он у вас позитивен. В плане совета десятка мечей, завершение какого-то тяжелой ситуации, наболевшего вопроса, то, что у вас даны тяготила, и вот совет отпустить. Все, ситуация завершается. Можно, знаете, как с легкостью выдохнуть. В плане совета еще идет акцент на проработку внутренних блоков, страхов, переживаний, каких-то вот тягостных дум, и еще этот аркан в качестве рекомендаций, если таковое у вас, скажем так, на повестке дня стоит, это чистки от деструктивных программ. Но если вы это подтверждено, вы знаете, что у вас это есть, это будет удачный период. Хорошо, давайте с вами посмотрим относительно неожиданности данного периода, какова здесь ситуация. Развилка, сад, букет. Ну, решение вопросов, связанных с поездкой, переездом, какой-то трудный выбор, видите, вам благоволят. Сад, букет, это как связи, либо возможности, которые решают вашу проблему, либо какая-то помощь издалека. Вот вы были на раздрае, были, знаете, в вопросах выбора. И вам эту помощь в содействии окажут. Причем для вас очень важный и значимый вопрос, потому что одну колоду здесь крест по ситуации. Поэтому однозначно протекцию вам окажут, потому что открывая колоду лилии, это благоприятное решение любых вопросов. Так, мы с вами будем переходить к знаку зодиака рак. Посмотрим, как для раков будет отыгрываться этот период. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что тут у раков по ситуации? Раки. Ну, у вас, во-первых, внутренняя гармония, покой. Это попытки, знаете, как и совмещать новые начинания с текущими вопросами, проблемами и задачами. В первую очередь, это, знаете, как указание, вот два аркана, найди баланс. Найди баланс, начни новую жизнь. Причем баланс этот может касаться как режима дня, вопросов питания, отказа от вредных привычек и совмещать, знаете, как новый этап жизни, там, начать заниматься, какая-то спортивная активность, либо новый дополнительный источник дохода, новый вид деятельности. В принципе, аркан указывает успевай все, там, совмещай и работу, бытовые какие-то аспекты, личную жизнь, либо совмещай там работу и хобби. Находи баланс и гармонию во всем. Но, как показывают карты, в первую очередь у вас должен быть баланс между работой и отдыхом. Почему? Чтобы вы не перегорали внутренне. Об этом показывают и говорят арканы. Есть ли карты? Смотрите относительно вопросов личной жизни. Здесь может произойти, знаете, как знакомство, но вы будете в замешательстве, нужно вам или нет, но, тем не менее, это общение вам будет давать чувство внутреннего комфорта. И вам будет хотеться все больше и больше погружаться в новый союз, в новую связь, в новые плодотворные отношения. Если смотреть ситуацию для тех, кто на текущий момент в треугольниках либо в нестабильных отношениях, то есть это могут быть квадраты, то здесь это в первую очередь, как показывают карты, вот видите, рыцарь мечи, отойти от всех и вся на время, чтобы принять какие-то завершенные решения, начать новый этап жизни. Если же вы на текущий момент в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас уже стабильная семья, то здесь это как вдохнуть новую жизнь, новые возможности, дать новую зону комфорта как вам, так и домочадцам. Идет акцент как на укрепление вашего союза, так и попытки совместить полезное с приятным, да, там работу и какие-то ваши хобби, ну и в принципе как бытовые обязанности, так и вопросы взаимоотношений. Но не еле в этом аспекте очень комфортно. Если арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы на текущий момент не работаете, то здесь неожиданно для вас кто-то может вернуть долг, потому что, знаете, как новый приток денег. Либо неожиданно для себя можете продать какой-то товар, который длительный период не могли продать. Ну то есть либо в принципе заброшенное давно вами какое-то начинание либо дело может принести вам и радость, ну и скажем так, монетизацию. Если вы на текущий момент в статусе соискателя, то здесь появится даже несколько возможностей. У вас будет желание как совмещать там две вакансии, два каких-то источника дохода или же просто, знаете, вот такое внутреннее смятение, что же выбрать. Но в любом случае своим выбором вы будете довольны. Если вы на текущий момент наемный сотрудник, то арканы указывают как дополнительные какие-то обязательства, которые вы будете брать самостоятельно в нагрузку. Но по аркану умеренность однозначно это не в тягость, а в радость, потому что даст новый источник дохода, новые перспективы. Если у вас свой собственный бизнес, это комфортная обстановка, новые знакомства, новые начинания, то есть здесь все стабильно. в плане состояния здоровья рекомендую обратить внимание, здесь нет патовых или острых ситуаций, но это вопросы кровотока, лимфотока, и обратите внимание на почки, чтобы не было каких-то внутренних воспалительных процессов, там не шел песок, особенно если кто страдает мочекаменной болезнью, то есть вам нужно здесь быть на чеку. Что у вас здесь в негативе? За что вы тут так будете бороться? Внутренняя борьба, переживания, страхи из-за это, знаете, как приезжий человек, либо человек, с которым вы общались, то есть человек, который постоянно, рядом с которым вам нужно доказывать свою самооценку, прорабатывать внутренние блоки, страхи, которые постоянно бросают вам вызов. Причем это может быть как друг, знакомый, коллега, может быть ваш родственник, но вот четко здесь как человек падает приезжим, и вас в этой ситуации будут несколько выбивать эмоциональные с колеей. У кого-то могут быть переживания и страхи, связанные с конкуренцией на работе, и помимо всего прочего, вы видите ли вы новые обязательства, потянете вы их или нет, хватит ли вам энергии, продуктивности, к чему вы здесь придете. Но как показывают арканы, вот эти переживания на самом деле у вас напрасны, потому что даже в плане совета девятка кубков, это как живите в свое удовольствие, радуйтесь жизни, творите, наслаждайтесь любым процессом. Если вопрос касается взаимоотношений, погружайтесь в новый союз, новую связь, то сделайте это все с удовольствием. Теперь с вами посмотрим неожиданность данного периода. Какова здесь ситуация? Ребенок, айс-лиса, для кого-то это вопросы незапланированной беременности, для кого-то это в принципе неожиданное известие о вопросах где-то рождения, рождения у членов вашей семьи, для кого-то это знаете, как неожиданно может идти предложение, как на ново сойтись из-за ребенка, если у вас есть ребенок, или в принципе неожиданное предложение относительно нового проекта. Это может быть как новая должность, новые какие-то начинания. Понятно, что человек, который вам это будет предлагать, преследует свои интересы, но тем не менее, если смотреть по арканам, ситуация для вас здесь плодотворна. Да, вы будете стоять перед выбором, стоит вам это делать или не стоит. Карта Гората, возьмите какую-то паузу на раздумья, но по итогу выйти карта Змея. Вы почему-то в штуки возьмете эти какие-то начинания либо предложения, которые вам придут, но тем не менее, кто-то здесь будет к вам подбирать ключик. Это могу сказать 100%. Так что, вот такая ситуация здесь проходит. Хорошо. Переходим с вами к львам. Посмотрим, что же здесь будет у львов в рамках этого периода. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Любые. У вас на самом деле неделя легкая, неделя замечательная, продуктивная, много деловых контактов, вложений в новые проекты, в поездки, переезды, покупку автомобиля, потому что, как показывают арканы, это вкладывается в продвижение и развитие своих возможностей. И не важно, чего это касается. Вопросов обучения, работы, плодотворных взаимоотношений с вашими близкими. Здесь вы будете в роли волшебной палочки, в ручалочке, потому что по этим арканам оказывать помощь, содействие, протекцию тем людям, которые нуждаются в вашей помощи. Кто-то из вас, конечно, безусловно, может быть, побыть жилеткой, хотя, скажу честно, вы не особо это любите и приемлете, но, скажем так, везде есть исключение из правил. То есть вы можете не только здесь выслушать, но и посодействовать. Будьте такой вот отдушиной для вашего окружения. Если эти арканы смотреть относительно вопросов личной жизни, то это знакомство дистанционного характера через интернет либо в дороге. Но еще такой момент, это знаете, как знакомство на почве каких-то общих интересов. Что-то будете обсуждать, либо попытки кому-то в чем-то помочь, что-то подсказать, найти, либо порекомендовать. Вот на этой почве могут у вас завязаться общения либо отношения. Если аркан рассматривать эти ситуации для тех, кто в любовных треугольниках либо квадратах, то карты здесь указывают на страсть, на вопросы ревности, заботы, любви и внимания, но знайте, желание отдачи, почувствовать, что не только вы любите, но и любят вас. И вы всячески партнера либо партнершу будете провоцировать на подобного рода поступки, давай работай над нашим союзом, над нашими отношениями, вкладывайся, покажи, на что ты способен либо на что ты способна. Для тех же, кто в стабильных союзах, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо вы находитесь в семейном союзе, это взаимное продвижение, достижение какой-то цели, это вложение, это какие-то крупные покупки, это траты на планирование отпуска, на путешествия, на переезды, на приобретение автомобиля, но у вас здесь во всем горит мир, гармония и благодать. Если эти арканы смотрите относительно работы и финансов, и вы на текущий момент в статусе неработающего человека, то здесь ждать, как пословие, дотацию, какие-то, ну вот деньги, тут идет получение финансовой помощи. Если на текущий момент вы в статусе соискателя, то арканы здесь указывают на ожидание с вашей стороны, помощь и протекция человека, который вам поможет в трудоустройстве, как подсказать, подсодействовать, либо вас кому-то порекомендовать. То есть здесь идут как этапы и вопросы собеседований. Если эти карты смотреть для тех, кто на текущий момент работает по найму, это помощь и содействие со стороны, в первую очередь, руководства, ну знаете, как вы на счету, как хороший, компетентный сотрудник. То есть здесь может быть идти разговор о увеличении заработной платы, прямого продвижения по карьерной лестнице здесь нет, но скажу так, это, знаете, как возьмут вас на карандаш. Если смотреть ситуацию для тех, кто на текущий момент имеет свое дело, то это дело, которое потребует дополнительных финансовых вложений для его развития. Если же арканы смотреть относительно вопросов здоровья, ситуация здесь стабильная. Единственное, что шестерка Пентакли здесь указывает на необходимость какой-то поддерживающей терапии. То есть своевременное питание, грамотно сбалансированное. Если по ряду причин не получается все это организовать, возможно, какие-то пищевые добавки, витамины, БАДы по рекомендации врача. Но в первую очередь акцент на укрепление вашего иммунитета. Что у вас здесь относительно негатива данного периода? И рыбку съесть, и все остальное. Женщины, в первую очередь это касается вас, потому что сама себе хозяйка, но вместе с этой позицией я все контролирую. Вот это ваше, я все контролирую, я все решу. Можете накосячить здесь делов, потому что по связке карт вот это вот ваш контроль может обернуться совершенно неожиданными ситуациями. Хочется взбалмошности, легкости. Да, здесь может быть накал страстей из-за вашей авторитарности. Причем не важно, смотрит меня мужчина или женщина, но здесь будут, знаете, кипеть кровь, бурлить амбиции, желание доминировать над всеми, над вся, и достигать, знаете, каких-то целей или событий, или ситуаций. Причем, знаете, вы здесь будете опираться полностью не на логику, аналитику, а на ваши внутренние ощущения, ситуацию, на интуицию, как говорят. И вот по этим картам это вот я так решила, почему, аргументирую, объясни. Вот я так чувствую. Вот вы там будете себе, знаете, скажем так. Но здесь самое главное все равно опирайтесь на какие-то доводы в решении тех, либо иных вопросов. Совет. Пятерка кубков. Если имеется, это знаете как, побудьте подушкой, в которой поплачутся. Если же у вас негативные эмоции, вы плескивайте их. Не бойтесь показаться слабым, либо не бойтесь показаться слабой. Потому что здесь как выплеснуть все то, что у вас наболело, накипело, либо вас отравляет изнутри. Помимо всего прочего, почему нужно дать выход негативным эмоциям, чтобы, скажем так, сделать зачистку по ситуации и выровнять ваш эмоциональный фон. Потому что этот аркан говорит, хватит как бы грусти, тосковать, нужно двигаться дальше. То есть здесь у вас не время для траура и каких-то сожалений. Относительно неожиданности периода, какова у вас здесь ситуация. Айс, башня, собака. Это перемены в карьере, в работе, это решение каких-то правовых вопросов, это получение необходимых документов, это помощь и протекция со стороны ваших знакомых, друзей в вопросах трудоустройства и помощь и протекция ваших друзей в принципе, как в продвижении по карьерной лестнице, либо помощь в реализации каких-то рабочих проектов. Вот так. Плюс здесь и получение документов, тех, которых вы давно ждали. Поэтому неделя хорошая. Будем с вами переходить далее. Посмотрим, что там у Дев. Ох, Девы прям на вас карты как посыпались. Давайте соберем колоду. Шестерка Жезлов уже как фоновая говорит о каких-то победах на этой неделе, каких-то таких начинаниях, которые помогут вам самоутвердиться, поднять вашу самооценку. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же у вас здесь, Девы? Девы, у вас радость жизни, радость бытия, туз кубков, рыцарь, пентакли, пазжезлов. Во-первых, это хорошее психоэмоциональное состояние, самочувствие, такое приподнятое радостное настроение, весна в душе. Это какая-то подготовка к этапам планирования. То есть, знаете, как собирать информацию, пробивать почву. Относительно чего? Это может быть все, что угодно. Как и относительно отношений, новых начинаний, поездки, отдыха, либо собирать какую-то информацию, которая будет необходима вашим детям, например, какой-то кружок либо начинания, либо секции. Здесь, в принципе, эмоциональный подъем уже от самого этапа планирования. Вот то, что вы планомерно движетесь к цели. Пазжезлов указывает на множество контактов, переговоров, связей, общения, получения информации, в которой вы нуждаетесь. Если эти арканы мы с вами будем смотреть относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то здесь это общение либо по переписке, или же, допустим, если у вас есть дети, то знаете, как познакомиться за счет детей. Ну, например, вы привели ребенка в секцию, партнер привел ребенка в секцию, вы, скажем так, на базе общих интересов здесь можете познакомиться. Если у вас на текущий момент нестабильные связи, то есть любовные, треугольники, квадраты, то тут желание легкости, либо отношения обновить, либо уйти абсолютно в новое. Почему? Потому что туз кубков рыцарь Пентакли это как планомерная подготовка к новому этапу жизни. Пажезлов это вливать в эту энергию, новые начинания. Для тех же, кто в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас стабильный союз, это в принципе подготовка к каким-то переменным, начинаниям. Это, знаете, как обоюдно уделять друг другу время, внимание, заботу. Сейчас даже посмотрим, что у вас здесь. Вот видите, суд, перерождение отношений, возрождение, переход их на новый этап, двойка кубков, укрепление связи, союз, любовь, благодать. То есть у вас тут все замечательно. И если кто-то еще не в браке, это может быть вполне предложение, как съехаться, предложение вступить в союз, в брак, строить прочные взаимоотношения. Если мы с вами будем арканы рассматривать относительно вопросов работы, заработка, а вы в статусе неработающего человека, то здесь аркан прибыли. Неожиданно там бонус, премия, возврат долга, либо неожиданная финансовая поддержка со стороны друзей, либо ваших близких. Если вы в статусе соискателя, это как найти свою нишу, пройти собеседование, но в рамках этой недели еще не будет подписан трудовой договор. То есть да, собеседования прошли, успешно, например, подписать трудовое соглашение вы сможете только на следующей неделе. если вы наемный сотрудник, то радость от обновления в коллективе, это знаете, как новая молодая кровь, в первую очередь, это как может быть новый коллега, который взбудоражит весь ваш коллектив, до в принципе каких-то новых начинаний обязательно, это может быть какие-то в принципе новшества на работе, которые вас порадуют, очень приятно, поэтому здесь стабильная ситуация. для тех же, у кого свой собственный бизнес, это плодотворный период, это знаете, как какие-то выставки, общения, семинары, вебинары, обмен опытом, потому что по связке этих карт, это как делиться приятными впечатлениями, либо приятными наработками, либо общения в приятной обстановке. В плане здоровья нормальное, я бы сказала, даже замечательное самочувствие, как эмоциональное, так и физическое, поэтому нареканий здесь быть не должно. Что же относительно негатива по связке арканов, то у вас здесь жрец Паш Пентакли и шестерка мечей. У кого-то могут быть переживания из-за детей, связанные с их, например, отъездом на учебу, либо в принципе переживания по поводу учебы, как вариант, переводить в иное учебное заведение, либо подыскивать новые секции, либо новых репетиторов, этим можете быть обеспокоены. Потом, незапланированные траты, связанные с поездками, с вопросами лечения, с вопросами образования. Почему в негативе, например, свыше ту сумму, которую вы себе планировали. Об этом вот идет речь. Также здесь еще могут быть какие-то переживания относительно, допустим, отъезда ребенка к бабушкам, дедушкам, потому что по жрецу у нас идут взрослые уже люди, люди пожилые. И можете переживать, как пройдет, стоит ли, как адаптируется ребенок. То есть какие-то внутренние эмоциональные переживания по этому поводу. Если детей у вас нет, то это переживание связано с вами, с вопросами обучения, повышения квалификации, незапланированными поездками, потому что вы не знаете, чем для вас это может обернуться. В плане совета, восьмерка мечей. Вы считаете, что обстоятельства складываются не лучшим образом, но потому что ситуацию вы несколько видите, иначе вы ее искажаете. Вы смотрите в зеркало и видите, что вы связаны по рукам и ногам, хотя по факту такой ситуации у вас нет. Поэтому здесь как рекомендация посмотреть на ситуацию, на все происходящее иными глазами. Либо другими словами, если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Ну, давайте посмотрим на неожиданность данного периода. Какова у вас здесь ситуация будет? Что здесь происходит? Ключ, солнце, книга, свет знаний, обучение, получение диплома, сертификата, аккредитация, верификация. То есть, знаете, как подтвердить знания, получить квалификацию, новый опыт, новые возможности, раскрытие потенциала, пойти на учебу, как вы, так и дети. То есть, решение вопросов образования в первую очередь. Ну, видите, но колода-букет крайне успешным, поэтому здесь все замечательно для вас. Вот таково будет период для дев. Будем переходить с вами к весам. Весы, посмотрим, как для вас отыграется эта неделя, что она вам приготовит. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, что же у вас здесь по ситуации? Так, смотрите, у вас это как попытки уйти от контроля, уйти от какой-то ситуации в принципе, знаете, взяв на себя ответственность. И самое главное, это будет вам облако, будет в радость. Ну, давайте я объясню так. Например, взять на себя ответственность, уйти с надоевливой либо отягощающей работы, либо которая вам не в радость, либо уйти из отягощающих отношений, потому что здесь лёгкость, здесь свобода, здесь радость. Это может быть, в принципе, знаете, как планирование какой-то поездки, скрупулёзная подготовка к ней, и поездка будет в радость, а не в тягость. По этим арканам это, в принципе, принимать какое-то очень важное, взвешенное решение. Может быть, не совсем легко вам это решение будет даваться, но тем не менее, действительно, принесёт вам какое-то счастье, радость и облегчение как таковое. Если эти арканы мы с вами будем смотреть относительно вопросов личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то здесь арканы говорят в первую очередь, знаете, о каком-то вот самодостаточном таком одиночестве, потому что, если посмотреть, то спинтакли это желание войти в новое, в новую жизнь, в новый этап, в новый союз. А вот видите, вас разорвали здесь сомнения, то есть будете, в принципе, освобождаться от груза прошлого опыта, от каких-то тягостных воспоминаний, вы знаете, как очиститься. В связке с арканом это действительно может быть проработка как самостоятельно, так и обратиться к психологу, наставнику. Может быть, у вас есть ваш духовный наставник, который вам поможет разобраться с этими вопросами. Если на текущий момент вы в любовных треугольниках, то здесь по связке карты вы понимаете, что вами манипулируют, и вы постоянно вот в подвешенном каком-то таком состоянии, потому что двойка пентакли это постоянно как быть на вторых ролях. Это знаете, как ставить какую-то помогу не то чтобы вопрос с ребром, но диктовать свои условия. То есть, или ты делаешь так, как я хочу, или я ухожу. И вот по девятке кубка вы сможете добиться того результата, к которому вы стремитесь. То есть, радости, полноты жизни, новых эмоций. Но, поскольку девятка кубков это чаще всего все-таки карта любовников, но могу сказать так, даже если это будет любовная связь, то она будет на ваших условиях. вам сам этот факт уже будет облегчать ситуацию, облегчать задачу. Если смотреть ситуативно для тех, кто в стабильных связях, стабильном союзе, то арканы здесь указывают на уход от манипуляции, от тотального контроля, потому что девятка кубков это знаете, как найти какое-то облегчение, какую-то радость. Давайте даже посмотрим. Вот видите, вот снова вам падает аркан, противоречия, сомнения, которые терзают вам душу, попытки закрыться, попытки уединиться, найти какой-то внутренний покой. Вот видите, двойственность. Давайте объясню вам так. Здесь еще по связке этих арканов, например, если вы в стабильном союзе, может быть некое желание, то знаете, отстраниться от партнера, не обязательно уехать, хотя по картам может быть и так, это с целью эмоционально восстановиться или наполниться. Это просто, знаете, желание посвятить время себе, наполниться внутренне для того, чтобы решить какие-то внутренние противоречия, несогласия, блоки, понять, чего вы хотите от отношений, как вы хотите жить, потому что для вас это будет очень важно на повестке дня. Если эти карты мы будем смотреть с вами относительно вопросов работы и заработка, и вы на текущий момент не работаете, то здесь арканы указывают, ну, помогут, и знаете, все-таки это кто-то рука дающая, кто-то вам будет здесь помогать, потому что сами по восьмерке кубков с этой ситуацией вы не справитесь. Но девятка кубков, это ощущает заботу, поддержку и какую-то финансовую стабильность. Потому что вы, если посмотреть по вашим арканам, несмотря на ваши попытки что-то поменять, но здесь вот видите, как полнейший застой и попытки балансировать в этой ситуации. Если арканы указывают на ситуацию поиска работы, вы сейчас, например, ищите, то по связке этих карт это либо работа дистанционного плана, либо из-за трудоустройства вам придется переезжать в другой город, кому-то в другую страну. Потому что здесь по картам это как найти что-то по душе, но видите, для этого нужно идти на какие-то решительные шаги, напеременные, чего-то отказываться. Если на текущий момент вы наемный сотрудник, то здесь могут быть отпуск, отдых, либо же в принципе переход в другой филиал предприятия, в другой отдел. Могут здесь идти в командировки, но поймите, знаете, которые идут больше в радость и не в тягость, то есть какое-то облегчение. Кстати, по связке этих карт, вот еще знаете, в плане работы, это выход из патовой ситуации, почему? Потому что здесь может уйти руководство и вам это будет просто, знаете, как за бест, за бест ситуация, которая будет несказанно рада. Если речь идет о тех лицах, у которых свой собственный бизнес, то это уходить от старой модели поведения, от старой модели ведения бизнеса, ваших задач, это полностью, ну как, впускать что-то новое. Вот по этим картам это вы будете разбираться и копаться в себе, почему не идет дело, либо что со всем этим делать, какой найти новый источник заработка, дохода. И вот карты показывают, что уходить от старого вида деятельности, либо от старого способа ведения дел и, скажем так, уходить в новую нишу. В плане здоровья арканы здесь указывают на проблемы, особенно тех, у кого отеки нижних конечностей, либо вопросы варикоза. Не критичная ситуация, но если вас это беспокоит, то желательно обратиться к врачу. Что же у вас в негативе? Давайте с вами просмотрим. В негативе, это как сложная ситуация, это, знаете, мозговой штурм, который вас будет заставлять сделать сложный выбор, а выбор будет касаться, это, знаете, как крушить все на своем пути, оставлять старое, ненужное, отжитое. И не важно, это работа, это друзья, это взаимоотношения, это, допустим, вид спорта, который не приносит радость, либо для вас не является эффективным, а навязанным кем-то. Вот здесь избавляться от стереотипов и принимать для себя полностью новый этап жизни. Как бы это сложного не давалось, это крушение иллюзий, безусловно, но вместе с тем трезвый взгляд на вещи, который вам поможет выбраться из вот этого кокона и найти, скажем так, свет в конце тоннеля. То есть, это какое-то значимое, знаковое решение, которое в чем-то, вы знаете, как отрезвит вас, но поможет найти грамотный выход из любой ситуации. В плане совета, оно здесь по королеве кубков наполняться эмоционально, эмоциями позитивными, радостными, прислушиваться к себе, к своей интуиции. Если необходимо, обратиться за советом к мудрой, знающей, сочувствующей, сопереживающей женщине либо к психологу, потому что вот этот аркан, он указывает на то, чтобы вам откроет внутренний свет, даст какие-то ясные и дельные советы, поможет вам двигаться вперед. Аркан сам себя позиционирует как человека, который вас наполнит эмоционально, скажет, слушай, да тут же плевое дело, либо вообще ситуация, которая вот яйца выеденного не стоит, то есть проблемы нет, ты просто не так смотришь на ситуацию. То есть человек, который вам подскажет и поможет в решении поставленных задач. Ну давайте посмотрим на неожиданность данного периода, что у вас здесь. Мужчина, развилка, крест. Ну что могу сказать, для многих, как для мужчин, так и для девушек ситуация такова. Если смотрит девушка, это патовая, тупиковая ситуация выбора среди мужчин, на дно вы будете ставить крест, либо из-за мужчины вы будете принимать какое-то болезненное решение. Дно колоды рыбы, рыба у нас отвечает как за чувства, так и за финансы, поэтому вариаций несколько. Либо отсекать кого-то из мужчин, либо из-за мужчины принимать какое-то резкое взвешенное решение, которое будет касаться финансовой стороны вопроса. Ну например, крупная покупка денег, либо переход на более статусную работу, должность какую-то, потому что здесь, ну во главе угла, это в первую очередь, знаете, как опираться на мнение мужчины. Если меня смотрит мужчина, то это вы будете принимать какие-то знаковые ситуации, критичные, но у вас они будут связаны с вопросами карьеры и работы. Поэтому вот так. Ну напишите мне потом, пожалуйста, как для вас отыгралась эта неделя, этот период. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. А мы с вами сейчас посмотрим скорпионов. почему скорпионам готовиться на этой неделе. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова же здесь ситуация? Что у вас здесь, скорпион? А что у вас? Терпение, труд, все перетрут. Исполнение мечты, радость бытия, плодотворный труд, связанный с какой-то поездкой, переездом, сменой места жительства, то есть какие-то серьезные вложения, достижения целей, мечты, радость от выполненной работы, объема работ, либо от того, что вот вы, знаете, вот как все быстро-быстро ловить, удачу держать руку на пульсе, скорость принятия решений, новые задачи, новые возможности, причем результат, которого вы очень длительный период ждали. Причем по семерке мечей там оказались, что, допустим, ситуация для вас неисполнима. Но она указывает на вопрос перерождения, трансформации. Чего же у вас это будет касаться? Ну, по четверке жезлов это будет касаться либо переезда в новый дом, либо это, в принципе, пополнение членов семьи, это даже может быть питомец в семье. Это, в принципе, какие-то празднества событийные, какой-то ряд в семье, то есть у ваших близких. То есть ситуация, которая вас порадует. Например, если там любви, юбилей, вы там могли готовить своим близким какой-то знаковый статусный подарок, либо завершить ремонт, либо решить вопросы купли-продажи недвижимости. То есть ситуация, которая связана с этими аспектами, которые я вам озвучила. Но будете крайне довольны. Так, теперь разбираемся с позицией личной жизни. Итак, если на текущий момент вы свободны, здесь велика вероятность служебного романа для многих из вас. Причем для некоторых это неожиданно в командировке, в поездке, на каком-то там, ну, я утрирована, там, консилиуме, симпозиуме, на каких-то рабочих встречах. То есть может у вас, да, завязаться интересное знакомство. Если у вас любовные треугольники, то что могу здесь сказать? Вопросы недоверия, желание прощупать почву, насколько истина к вам любовник либо любовница относится, что со всем этим делать? Потому что есть такая некая ситуация отчаяния, уже просто голова идет кругом, потому что не понимаете, как вам чувствовать в этой ситуации себя. И очень много переживаний и страхов. Они у вас в первую очередь будут связаны с тем, с тем ли вы человеком строите отношения, не просрете ли вы семью. Извините за такой вот жаргон, но тут из песни слов не выгинешь. И вот будет какие-то внутренние опасения. Поэтому для тех, кто в любовных треугольниках, вы можете на время, знаете, отходить от связи на стороне, то есть от любовников и любовниц, если вы в семье. Если же наоборот у вас в семье нет, а не свободен ваш любовник или любовница, то вы будете бить на то, если это вот на то, что все, давай что-то здесь вить, строить какой-то союз, и вы будете требовать незамедлительных действий, незамедлительного решения. Для тех, у кого стабильные семейные связи, ситуацию я озвучила, это связано с родственниками, с переездами, с завершением каких-то глобальных ситуаций, там по ремонту, оформлению, переоформлению недвижимости, либо каких-то документов, связанных с недвижимостью, не знаю, там лицевые счета, ЖКХ, БТИ, и все, что с этим связано, но будет это успешно. Если эти арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка, финансов, вы в статусе неработающего человека, то здесь однозначно ситуация финансов будет стабильна, потому что здесь есть поддержка финансовая со стороны ваших близких. Если вы в статусе соискателя, то здесь успешное трудоустройство, но за счет связи и ваших знакомств. Если вы наемный сотрудник, хорошая, комфортная, грамотная атмосфера, здесь много поездок, контактов, переездов, командировок, если командировок нет, карта здесь указывает на быстрое развитие событий на работе. Связано будет по Рыцарю Пентакли с достижением какой-то цели и задачи, потому что по Рыцарю Пентакли это проект, который вы долго готовили, либо выплаты, которые долго вам не выплачивали, и наконец-то здесь можете получить какой-то бонус. Если у вас в собственный бизнес много контактов, много связей, переговоров, связанных непосредственно с расширением вашего вида деятельности. В плане здоровья здесь состояние у вас эмоциональное, физическое, стабильное, но вот снова здесь падает паж мечей. Смотрите, чтобы не было выбихов, каких-то травм, растяжений, потому что все равно у вас с конечностями. Вот на это нужно будет обратить внимание. Так, что здесь в негативе? Мир, дьявол, королева жестов. Ну, какие-то вот сложности могут быть связаны с эмиграцией, поездками, переездом, сменой места жительства, потому что будьте подвязаны здесь очень сильно под других людей, от них будете зависимы. Еще, что здесь мир и дьявол, это как завершение каких-то проработок, связанных с зависимостями. Объясню, почему. Тут вам крайне важно будет сдержать свое слово, особенно если вы там спорили с кем-то, то есть на спорту у вас был какой-то договор, ну не знаю, что вы бросите курить или похудеете. И вот здесь во что бы то ни стало в рамках этой недели вам нужно решить этот вопрос либо всерьез заняться этим вопросом, потому что как чувство долга, чувство чести нужно будет отстоять. В плане совета король жезлов, активные действия, радость жизни, то есть активность, раскрытие потенциала, талантов, новых возможностей, то есть раскрывать себя и пользоваться теми возможностями, которые сами вам будут идти в руки. Поэтому ситуация здесь для вас очень благополучна. Посмотрим на неожиданность данного периода. Что у вас здесь? Ну что у вас здесь? Как я вам говорю, повышение статуса, переезд, причем переезд, который в радость, это в принципе повышение полномочий. Но дно колоды у вас, видите, птица. Это все, что связано с близкими, с родственниками, с очагом, как приезд родственников или ваша поездка к родственникам. Либо, повторюсь, это какой-то вот переезд, улучшение статуса. Например, вы переехали в более статусную квартиру, либо новый социальный район, либо позволили себе приобрести более статусное авто. То есть то, что поднимает ваш авторитет. И действительно вам это будет в радость. Поэтому скорбой я буду ждать от вас обратной связи здесь по ситуации. Хорошо, мы с вами будем переходить к стрельцам. Что здесь у стрельцов? Позитив недели, негатив недели и совет от карты. Так, стрельцы, что у вас в позитиве? Ой, споры, конфликты связаны с вопросами жилья. Почему падают в позитиве? Сейчас давайте объясним. Например, конфликтные ситуации с соседями, с домочадцами, со службами ЖКХ, БТИ, но которые за счет своих дипломатических качеств очень удачные решитель для себя. Потому что ситуация, которая патовая, конфликтные, скандалы, выяснение взаимоотношений, накал страстей и вот грамотно так себя подали либо ситуацию, что решили себе этого блага. И вообще, как вам карты говорят, что даже если кто-то вас будет провоцировать на конфликт на какие-то открытые действия и не важно это домочадцы либо это какие-то люди извне, сохраняйте спокойствие. Это все, что вам нужно. Не заводитесь, не конфликтуете, не идите на такую вот открытую провокацию либо контакт, потому что, ну честно вам, это будет не на благо. Вам нужно сохранить вашу внутреннюю энергетику, чтобы никто от вас не подпитывался энергетически. Если эти арканы смотрите относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то здесь нет никаких знакомств, здесь наоборот желание уйти в себя, отстраниться, наполниться энергетически, потому что вы сейчас пусты. Соответственно, если вы пусты, нет взаимообмена, то есть знаете, как для противоположного пола, независимость, мужчина вы или женщина, вы будете невидимы, незаметны. Нужно восполнять вашу энергетическую составляющую. Ну, вот здесь карты в первую очередь показывают, как займись любимым делом, займись собой, либо тем, что тебя увлекает или радует. То есть через свою реализацию, через внутреннее счастье вы как раз можете найти себе человека по духу. Если смотреть ситуацию для тех, кто в нестабильных отношениях, то есть, например, вы в любовных треугольниках, то это споры, конфликты, это накал страстей. И, например, если вы в браке, а ваш любовник или любовница свободны, то у вас здесь будет желание разрушить отношения на стороне и на стороне остаться в семье. Наоборот, если не свободен ваш любовник или любовница, то арканы здесь показывают, что вы будете сетовать и будет острый вопрос споры и конкуренции желания отвоевать себе. Если, например, вы оба не свободны, и вы, например, и любовник или любовница, то здесь все равно акцент на сохранении вашей семьи. Если у вас стабильные семейные связи, это конфликты относительно распределения бытовых обязанностей, каких-то вот моментов, которые, возможно, вы взволяли на себя слишком много, и вот теперь вы поняли всю тяжесть ситуации и будете пытаться это изменить. Будет даваться вам это непросто, но, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не душ. Если арканы смотрите относительно вопроса работы, заработка, вы на текущий момент в статусе неработающего человека, это борьба с материальными трудностями. Скажу так, в рамках этой недели удастся перебиться, то есть, не знаю, там, кто-то займет вам долг, или вернет долг, или вы найдете деньги, но здесь, как решить частично вопросы материального плана. Если вы в статусе соискателя, то здесь, это, знаете, вот то, за что вы длительнее передбились, какие-то собеседования, трудоустройства в компании, вы поймете, оно мне не нужно, и вы отпустите эту ситуацию, вам это будет во благо. То есть, трудоустройства здесь нет, но вы поймете, это не то, за что мне нужно биться. Если вы наемный сотрудник, это конфликты, это скандал, это может быть даже вплоть до ситуации увольнения, но здесь вы сможете сохранить баланс, за счет спокойствия, умение пойти на компромисс, это сохранить свои позиции. Если у вас вы собственный бизнес, это жесткая борьба с оппонентами, с конкурентами, но, вот знаете, как, не поддаваясь какие-то провокации, вы сможете сохранить свои позиции на рынке. Если смотрите эти арканы относительно вопросов здоровья, обратите внимание на вопросы давления, особенно, если у кто-то страдает гипертонии, и вопросы опорно-двигательного аппарата, чтобы у вас здесь не было воспаления светоличного нерва, поэтому на холодном не сидеть, тепло одевайтесь, старайтесь не простужаться, потому что по арканам есть такая вероятность. в негативе, в негативе это желание реализации, но кто-то вас постоянно тянет вниз, не дает развивать ваше дело, ваше начинание, новые возможности, либо двойственная ситуация в отношениях, и вы четко понимаете, что нужно начинать новый этап жизни. Если с позиции работы, то это кто-то, кто задел ваши амбиции, и вам нужно, знаете, огонь кипит, бурлит, и вам нужно будет доказывать свои позиции, свою компетентность, ну и знаете, кто авторитет здесь. В плане совета шестерка мечей уходить от конфликтов, от отягощающих ситуаций, например, из отношений, которые не радуют, ну либо если совсем патовая ситуация на работе, вы понимаете, что вам в радость будут умереть, чем на работу пойти, то уходите с этой работой, но по сути вы ничего, не то что ничего не теряете, но значит так складываются обстоятельства, для вас это будет лучше, то есть знаете, здесь уходить без сожалений, вот об этом говорит Аркан, либо если это конфликтные ситуации, не вникать от них, отходить от этих вопросов, ну и вообще Аркан указывает на ситуацию благоприятного времени для поездок, переездов, смены места жительства, так что если вы здесь планировали, то это для вас будет эффективным. Что у вас здесь относительно неожиданности данного периода? Дом, крест, тучи, ну тучи сгущаются над домом, повторюсь, как конфликтные ситуации с домочадцами, с детьми, из-за детей, вопросы раздела имущества, конфликтные ситуации, с новыми соседями, вот об этом говорят Аркан, это то, что здесь может отыграться в рамках этого периода, и здесь вам нужно, знаете, вот собака, это всегда дипломатия, не идти на конфликт, показывать какую-то, может быть, дружелюбность, не могу сказать, что вы будете истинно дружелюбны, но это будет ключом к решению ваших проблем и задач. Будем с вами переходить к козерогом. Посмотрим, как для козерожек отыграется эта неделя. Козероги, посмотрим, чем для вас ознаменуется эта неделя, что она вам приготовит. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова у вас будет здесь ситуация? Могу сказать, что перемены в семье, начиная от элементарных дизайнерских ремонтов, перестановки мебели, просто, знаете, как зачистить хлам с дома, потому что, видите, как провести какие-то генеральные уборки, генеральные перестановки, до изменения члена состава в семье, переход к вам погостить или пожить на длительный период, пополнение в семействе может произойти. По связке этих арканов это, в принципе, менять или само жилье, или что-то в жилье. Ну и, соответственно, здесь как изменение состава членов семьи. Сейчас даже додяну, посмотрю по картам. Так, здесь семерка мечей и луна. Это какие-то, может быть, переживания, страхи, связанные с внезапным приездом родственников, но, тем не менее, знаете, они в какой-то степени даже вас порадуют. Ну, как вариант, приехали вам родственники в чем-то помочь, например, пости с детьми, там, либо еще какие-то нюансы. Вот об этом говорят вам карты. То есть вам это в большей степени будет в радость, нежели в тягость. Если арканы смотреть относительно вопросов личной жизни и вы на текущий момент свободны, то здесь вам могут дотягивать второй раз семерка мечей предложить формат несвободных связей. То есть человек, неважно, мужчина или женщина, там, смотря, кто мне смотрит, то вам здесь попадется просто несвободный партнер. Если же у вас уже нестабильные связи, то есть любовные треугольники, квадраты, то здесь будут переживания, сомнения и страхи относительно вот этого положения вещей, потому что все как бы затягивается, захочется что-то кардинальным образом поменять. И вот видите, тут желание уйти в новую связь, но не желание разбивать сердце своему какому-то давнешнему партнеру либо партнерше. Но с другой стороны вы очень устали от этой зависимости, нужно будет здесь вам что-то менять. Измените ли по десятке мечей? Да, будете ставить какую-то ключевую точку. для тех же, у кого стабильные взаимоотношения, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, любого стабильные семейные связи. Повторюсь, это то, что касается трансформации совместной вашего жилища, то есть вам это не в тягость, а в радость и изменение состава членов семьи. Если смотреть эту ситуацию относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, то здесь финансовая поддержка со стороны и ваших близких. Если вы в статусе соискать, это устроится либо в семейный подряд, либо в частную какую-то организацию, но опять же по протекции своих близких. Если вы наемный сотрудник, то арканы здесь указывают на ситуацию перемен в коллективе, то есть изменение состава коллектива, то есть кого-то трансформировали, либо наоборот пришли новые лица. То есть знаете, как вливается молодая кровь. И на самом деле по девятке кубков, то что вам будет облегчать работу, либо облегчать ситуацию, вы будете этому рады. Плюс по связке тихарканов у некоторых может быть отпуск, то есть вы вообще можете отсутствовать на работе. Если у вас собственный бизнес, это смена офиса, вы можете в новый офис переместиться, это в принципе клиентоориентированность, желание сделать какое-то уютное, удобное место для приема ваших клиентов. Если вы работаете дистанционно, то дополнительно внести какой-то подарки, сервис для ваших клиентов, потому что здесь четко по арканам идет расширение вашего спектра деятельности. В плане здоровья это вопросы опорно-двигательного аппарата, вопросы иммунитета в первую очередь, перемены связаны с этим, то есть будете заниматься этими вопросами. Что у вас здесь в негативе? Давайте проясним по ситуации. В негативе это принимать какое-то резкое решение относительно своих близких, относительно переезда, либо смены места жительства. Вы понимаете, что это вам необходимо, иначе, если вы будете откладывать, оттягивать решение, это вас потянет в трясину, на дно. То есть хотите вы того-либо не хотите, в свое время грамотное принятое решение избавит вас от многих проблем. В плане совета и рекомендации. Семерка кубка, чтобы выбор был действительно верным, чтобы вы об этом не сожалели. Но давайте даже дотянем. По четверке Пентакли, это знаете, останьтесь при стабильности, останьтесь при своем. Эта карта говорит о том, что, знаете, вот момент выжидания, и вот вам кажется, что отчаяние, ничего не поменяется. Но если вы выждете, лишние люди либо ситуации уйдут из вашей жизни сами. Ну давайте теперь посмотрим на неожиданность данного периода. Какова у вас здесь ситуация по факту. Тучи, коса, аист. Резкие перемены. Перемены, которые вам будут идти с тяжелым сердцем. Но именно эти перемены принесут вам легкость, ясность и освобождение. Давайте даже спросим, чего касаться будут эти перемены. Звезды, змея и якорь. Вопросы будут касаться как вопросов связанных с работой, так и вопросов личной жизни. Потому что здесь для мужчин в первую очередь определяется с партнершей, а для женщин это с кем связать свою судьбу. Поэтому вот так. Такова ситуация у вас в рамках этой недели. Так, мы с вами будем переходить к водолеям. Посмотрим, что у водолеев будет на этой неделе. Как для них отыграется эта ситуация. Так, водолеи, что же вас ждет позитив недели, негатив недели и совет от карт. Водолеи, у вас какие-то кардинальные перемены. С чем они связаны? В первую очередь изменения может быть как жизни в целом, как сферы направления вашей деятельности. Тут решение вопросов юридического характера, связанное с вопросами определиться с местом жительства, получить рабочую визу, пакет документов, которые вы ждали. Это вопросы в судебном порядке, которые вы будете решать. Видите, по девятке кубков довольны по ситуации. У некоторых это может быть восстановление прежних отношений, примирение, пойти на компромисс, договориться, либо что-то решить мировым путем. Если эти карты смотреть с позиции личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то здесь чаще всего это как возврат в прошлое, возврат в старое. То есть здесь как возобновление отношений, дать им новую эмоцию, новый толчок. Если это вопросы любовных треугольников или квадратов, то здесь вообще желание освободиться от ситуации, уйти в новое. Если у вас стабильные взаимоотношения, то это желание резких перемен, например, официально связать себя узами брака, либо развивать свои отношения как пополнение семьи, то есть вопросы зачатия, вопросы деторождения. Либо допустим отделиться и быть семьей, если у вас уже есть семья, но вы живете с родителями как вариант. Это как отделиться, строить отдельно свою ячейку общества. Если эти арканы смотреть позиции работы заработка, вы в статусе неработающего человека, то здесь алименты, дотации, субсидии, все, что, скажем так, вы можете получить на официальном уровне. Если вы в статусе соискателя, это смена деятельности, причем кардинальное направление, это трудоустройство за счет члена ваших семей, то есть их протекция, их помощь, их подсказка, связи. Если вы наемный сотрудник, то здесь в принципе новая работа, в принципе кардинальным образом можете понимать, либо новая должность, потому что перемены вашей должностной инструкции здесь проходят. Если у вас собственный бизнес, это увеличение вашего состава, вашего коллектива, то есть привлечение допустим родственников в ваш бизнес. Или второй момент, это переформатироваться, это новая стратегия, это вливаться в какой-то новый потенциал, новый спектр услуг, новые возможности. В плане состояния здоровья здесь вопрос о восстановлении после каких-то заболеваний, либо последствия каких-то болезней, которые длительный период вас мучили. Это восстановить себя полностью и свою энергетику. Что у вас здесь в негативном аспекте проходит? у вас здесь отчаяние, что вы не чувствуете себя реализованным, либо чувствуете не на своем месте, плюс вопрос нехватки финансов на реализацию поставленных целей и задач. Конечно, вас это будет эмоционально дестабилизировать, выбивать из колеи, но это не повод отчаиваться, это еще лишь один шаг к тому, чтобы вы нашли свою нишу, и тогда у вас все получится. В плане совета у вас падает аркан влюбленные, это действовать с кем-то сообща, это воспользоваться чьей-то помощью, подсказками, протекцией, связями, потому что в одиночку решить какие-то наболевшие вопросы в рамках этой недели будет крайне сложно. И вообще это аркан, который говорит и рекомендует вам идти на примирение, на восстановление отношений с кем-либо. Это в принципе карта, которая показывает, что вот быть с кем-то в союзе, задачи насущного характера будут решены. Давайте посмотрим на неожиданность данного периода, как у вас сложится информация, как она идет. Медведь, ребенок, ключ. Это как найти легкое либо непосредственное решение задачи. Вот видите, ситуация выбора, путь сложный, но это как инициатива, которая действует с вашей стороны, то есть вы ему должны попросить помощи, поддержки, протекции. Вам будет оказано такое содействие. И вообще это как начать наново, найти в себе силы, начать наново какую-то ситуацию. Это для вас будет ключевым решением проблемы. Вот об этом говорят арканы. Так, ну и переходим к рыбкам, рыбульке. Что у вас там? Что вам вещают и обещают карты? Сейчас будем смотреть. позитив недели, негатив недели и совет этот карту. Так, рыбы, а у вас конец сомнений, это резкое принятие болезненных решений, это резко ставить точку, что-то завершать. Например, сомневались, переезжать, не переезжать, переедете. Разрывать отношения, не разорвать, разорвете. Уйти с работы или не уйти, уйти, ну то есть закончить какой-то процесс с кем-то общения, какие-то соглашения, то есть видите, завершить, то есть убрать сомнения, это как бы основная вот такая ситуация, критерии в рамках этого периода конкретно для вас. Если арканы смотреть с позиции отношений, вы на текущий момент свободны, но вы понимаете, что здесь отношений нет, знакомств нет, внутренняя нестабильность, в первую очередь эмоциональная. Если формат любовных треугольников, это ставить жирную точку, если это вопрос стабильных отношений, то здесь резко отсекать третьих лиц, которые вмешиваются в ваши отношения, дают советы и рекомендации, либо какие-то внутренние сомнения, либо допустим, вы в стабильных отношениях, к вам кто-то будет прорядь симпатию, какие-то знаки внимания, это как резко, знаете, как в директивном порядке отрезать всяческие поползновения в ваш адрес. Если эти арканы смотреть относительно вопросов работы и заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, здесь, конечно, такое угнетающее состояние, потому что как поиски, которые не могут увенчаться успехом, но карты вам просто показывают, что движетесь не в тех направлениях и не в тех сферах и ищите. Если, опять же, в статусе соискателя, то вот это просто поменяет сферу деятельности, и если вы не работаете в принципе и сейчас работу не ищите, например, вы в декрете, то арканы указывают, что придется как бы терпеть материальную созависимость от близких либо там от молодого человека и так далее. Если вы наемный сотрудник, то карты первые могут показывать это отсутствие вас на работе, ну, например, там больничный, отпуск, либо же здесь действительно можете бахнуть дверью, хлопнуть дверью и уйти, то есть вопрос увольнения, потому что желание полностью отстраниться от происходящего. Если у вас вы собственный бизнес, опять же, отпуск, либо вы на больничном и третий вариант это уйти из текущего вида деятельности, то есть переключиться на нечто новое. В плане состояния здоровья, состояние здоровья нестабильное, у кого-то здесь могут быть рези, боли в почках, но идет завершение ситуации, какого плана, у кого-то вышел песок, вышли камни, знаете, хух, облегчение, почему? Потому что эти арканы у вас вадуют в позитиве, соответственно, для вас ситуация решится в позитивном ключе. Давайте посмотрим, что же у вас здесь в негативном аспекте, что за хондра, депрессия. Так, здесь могут идти какие-то переживания относительно вашей невостребованности и вопросов безработицы, у кого-то проблемы финансового плана, либо ситуация отчаяния, обиды, что кто-то не сдержал свои обещания по отношению к вам, то есть не помог с работой, не занял вам денег или наоборот не вернул своевременно денег. Если это касается отношений, что человек не соответствует вашим ожиданиям в абсолютно разные по ментальному и психоэмоциональному восприятию, потому что, как показывают карты, это душевная духовная пустота, нет целостности, нет единства. И это, конечно, скажем так, будет у вас вводить какое-то удручающее состояние. Ну и в плане совета и рекомендаций, это знаете, как доверьтесь судьбе, сохраняйте баланс, всему свое время, все, что не происходит для вас будет в лучшую сторону. Возможно, вы сейчас этого не видите либо не принимаете, но со временем это осознаете. Вот ваша задача, вот это, знаете, как поздно немножко напоминающего повешенного, только, да, в перевернутом аспекте, вот здесь выполняется асана равновесия. Вот так вам нужно сохранить равновесие, баланс и покой, и тогда все в вашей жизни войдет в нужное русло. Это вообще карта, которая призывает не упускать шансы для того, чтобы поменять что-то в своей жизни. Может для вас с тобой в чем-то болезненно, но однозначно впоследствии со знаком плюсов. Ну и давайте посмотрим неожиданность данного периода, о чем-то говорят арканы. Во-первых, у многих на повестке дня вопрос о здоровье, так как приоткрыть завесу тайны связанными, связанное что у вас по здоровью, какие проблемы, решить какую-то ключевую проблему. Вот видите, вопросы здоровья здесь перекликаются. Или открыть какую-то ситуацию, которая длительный период у вас я трила, я корила. Сад это чувство свободы, это новые связи, новые знакомства, новые возможности освобождения и процветания. Почему? Потому что здесь сад, как вы видите, он ухожен, он красив. То есть это знаете, как быть в зоне комфорта. Вот если вы, допустим, вот давайте еще книгу вам уточним. Видите, тут касается в большей степени дел сердечных привязанностей, потому что сердце ключи рыбы это вопросы эмоций. То есть решить какие-то ключевые проблемы с выходом эмоций. Вот так. Ну решите, все подвластно, самое главное не замалчивать, открывать и озвучивать то, что вас не устраивает. Тогда все для вас решится. Вот таким вот для вас выходит период. Я буду ждать от вас обратной связи, как для вас отыграется данная нивеля. Ну либо не отыграется, буду ждать от вас весточки. Пишите, оставляйте свои комментарии. Я всегда рада с вами общаться. И всегда, конечно, могу отвечать лично, иногда отвечает мой админ. В любом случае стараемся сделать так, чтобы вы были услышанными, читать ваши комментарии по мере временных своих возможностей отвечать. Для тех же, кого интересует обучение на Тару либо вопрос индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои текстовые либо голосовые сообщения на указанные номера Viber и WhatsApp и мой админ Анастасия с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч!